Всем привет! Меня зовут Елена и вы на моем канале о вязании и все, что с ним связано. Давно я не была в эфире, ну и давно не выкладывала никакие ролики, наверное, уже почти два месяца. Вот, ну на это были у меня свои причины. За эти два месяца столько всего произошло. Были и больницы, и операции, и реабилитации, и восстановление, выздоровление. Мое, так, ну сейчас все позади, все хорошо, мы не будем о грустном. Вот, и я расскажу, чем я занималась, что я вязала. Вязала я, конечно, совсем мало, можно сказать, практически я не вязала, но немножечко подвигала свои процессы. Вот, и первым делом, когда я выписалась из больницы, немножечко так отошла, и сразу меня потянуло в мою комнату, в мой рукодельный уголок. Я первым делом начала перебирать все свои клубочки, моточки, наводить порядок, и наводить порядок в остаточках. В общем, я вам потом подключу фрагменты видео, и вы посмотрите, да, какой я тут наводила порядок. Вот, ну и, конечно же, я немножко вязала. Так, еще чуть попозже я покажу о своих новых покупках, да, конечно же, я купила новую пряжу, вот, но об этом чуть попозже. Сейчас немножечко поговорим, расскажу вам о процессах, да, своих продвижениях. Итак, я уже показывала, что я вяжу себе джемпер, свитер. Ну, в общем, я его начала вязать еще до Нового года, думала, на зиму, зимой поношу его на работу, но не тут-то было. Пришлось все это дело отложить, и теперь вот я его вяжу, продолжаю, уже у меня связано полностью перед и спинка, и перешла я уже к вывязыванию рукавов. Горловина двойная, вот, вот такая связалась очень аккуратно и изнутри, с изнаночной стороны и с лицевой. Так, вяжу я его из пряжи, сейчас я скажу. Так, где-нибудь этикеточка. Пряжа, значит, кто не знает, да, кто только подключился, тем я сообщаю, что пряжа Кроссбред Бразилии от пехорки, 50% акрила, 50% мериносовой шерсти, значит, 500 метров в 100 граммах. Цвет, такой горчичный цвет, я бы сказала, да, он и называется цвет горчица 447, кому это будет интересно. Вот, я вяжу в одну ниточку этой пряжи, потому что полупатентная резинка, она делает такое полотно, такое, видите, пухнастое, да, вот. Но компаньоны я к ней взяла вот такую бобинную пряжу, тоже в одну ниточку я добавила. Так, это, значит, пряжа итальянская, фили-вили, фолка называется, значит, здесь ничего мне не понятно, я только знаю одно, что здесь, по-моему, 1600 или 1800 метров на 100 грамм. В общем, где-то у меня бумажечка где-то запропастилась и было у меня написано все, но не важно. Вот такую ниточку я взяла в компаньоны, вот этой, и она, так кажется, намного светлее, но очень красиво получается, да, вы видите, цвет практически в полотне не отличается. Когда я вязала образцы чисто из вот этой пряжи, они были немножечко темнее и потоньше, но когда я добавила бобинку, цвет стал ярче, мне это нравится больше и немножечко пообъемнее, то есть потолще, и взяла я спицы 3,75, вот, понятно, да? Я снимаю там немножечко видео, кусочки, да, как я его вижу в процессе, потом, когда я уже буду выкладывать видео о готовой работе, там я ставлю вам все, все покажу. Так, это что касается этого процесса, он у меня продвигается. Ну, девчонки, мне тут, я подсела на носочки, скажу так. Пока я лежала в больнице, я взяла с собой пряжу носочную, большие процессы я, конечно же, не брала, а взяла носочную пряжу и начала вязать носочки. Вот, я в больнице связала один носок почти, да, ну, не до конца довязала, и вот уже дома довязала второй. И тут я что-то загорелась этими носками, теперь я думаю, буду я их вязать, наверное, на протяжении всего года. Девчонки вяжут, смотрю, коробочки свои наполняют, потому что это готовые подарки, да, вот, на 23 февраля. Вот сейчас я думаю, чего ж я не вязала носки, ведь можно было вязать. Ой, целый год меня приглашали девочки в проекты совместные на носочки, но я не любитель вязать носков, поэтому как-то все это отбрасывала, ну, вязала, но очень мало, да, носочки там, одну, две пары свяжу за год, и все. А нужно было бы повязать, и вот сейчас, когда наступило 23 февраля, я кинулась, а носочков-то у меня нету, и дарить-то мне нечего, пришлось делать покупные подарки, а это уже совсем не то. Вот, и тут 8 марта впереди тоже нужны подарки, но тоже я не успею уже навязать в этом году, а за этот год я прямо себе в планы запишу, не знаю, правда, где, я не записываю планы, наверное, вот здесь запишу, и буду вязать носочки. В общем, первая партия, мою носочную коробочку уже готова. Вот такой бантик я подсмотрела у Тани Кельмяшкиной, когда-то, давно-давно. Она вот так вот связывала носочки, и прям, чем не подарочный, такой подарочный вариантик, да? Отлично. Я их уже постирала, они у меня высохли, без блокатора сушила. На блокаторе растягиваются вот эти резинки, поэтому не нравится мне, сушила так, на полотенечке. И вот такая красота получилась. То есть, чисто бабушкина пятка. Пробовала я вязать бумеранг, что-то мне эта пятка не зашла, девчонки. Все вяжут, а мне что-то не зашла. Может, дальше буду еще пробовать, конечно. Может, из однотонной пряжи будет лучше получаться, но из вот такой секционки мне не понравилось. Вот здесь, как переходят, приходит свет. А здесь я подобрала, так что все вот так вот классно получилось. Они получились абсолютно одинаковые. Каждая полосочка одинаковая. Закрывала я, значит, мысочек ленточной. Да, примерно, я сейчас скажу. Вязала я эти носочки из, как вы уже догадались, да, все. Из Alize Comfort Sox. Вот. Alize... Как она называется, правильно, девочки? Alize Super Wash Comfort Sox. Вот, вот так правильно. Цвет называть не буду. Там видно, да, этот цвет. Кому надо, пройдете, посмотрите. На сайтах полно. Так, и, значит, я вязала где-то размер 43. Мужской носок это. Набирала я на каждую спицу по 16 петель. Это получается по кругу 64 петли. И вязала на спицах 2,5. Вот. Как я сказала, пятка обычная. Здесь провязала мысок и закрыла ленточным способом. То есть, вот так. Вот эти у меня здесь составляет ленточка 4 петли. Ну, в общем, не буду рассказывать, как и чего. Все знаете, как вязать носки. Но я просто показываю, чем я занималась все это время. Но это и все. Оказывается, и все, девчонки. Больше я ничего не вязала. Ничего больше не связала. Но зато я купила пряжу. Заказала. Вот такую вот носочную пряжу. Все вяжут. Все ее сейчас берут. Ну, думаю, чем я хуже. Раз уж пошла такая песня, я уже, можно сказать, начинаю подсаживаться на носочки. И поэтому заказала вот такую пряжу. Как ее там? Вултайм. Заказывала я на Валберес. Прям вот такими упаковками она идет. То есть, видите, разными цветами, подборками. Вот этот комплект, по-моему, называется 106. По-моему, 106. Или 109, или 106. То есть, я потом подпишу, да, и если получится, я оставлю ссылочку на страницу эту, да, в Валбересе. Вернее, на этот магазин. И можете себе тоже заказать. Там разные подборки. Есть и секционные пряжи, и однотонные. Ну, мне понравилась вот эта подборка. Даже можно из нее связать полосатик. Да, смотрите. Все цвета сочетаются между собой. Девочки, цена замечательная. Сейчас она там стоит 1104. Вот эти 5 мотков. Очень даже, очень даже недорого. И считаю то, что за доставку мы не оплачиваем. Ну, я называть метраж, наверное, не буду. Или назвать, как вам там. Ну, короче, я назову. Для тех, кто не знает. Конечно, уже все ее знают. А может, и не всем. Потому что бывает так. Показываешь пряжу, и девочки просят, что назовите метраж, назовите цвет. Вы говорите всем известное, а я первый раз ее вижу. Такое у меня тоже было. Такие комментарии поступали. Ну, начнем вот по порядку, да. Такой классный цвет. Бежевый, но он такой бежево-меланжевый какой-то. Не чисто такой. Ну, мне очень нравится. Цвет, конечно, шикарный. Носки будут обалденные. Значит, в 100 граммах 200 метров. И 75, по-моему, шерсть. И 25, да. 75 супер-вош. И 25, наверное, акрил. Нет, не акрил, полиамид. Да? Наверное. Наверное, полиамид. Ну, состав здесь такой же, как и у супер-вошки. Вот так скажу. Так, и номер цвета 152. Так, следующий цвет. Вот такой пыльная роза. Вот. Это номер цвета 161. Красивый цвет. Прям можно из такого цвета даже джемпер связать. Классный, да? Даже, даже вот так. Или вот так. Вот этот цвет красивый. Смотрите, какой. Ой, красота, да? Ой. Прелесть. Что-то даже жалко на носки. Вот так. Номер цвета этого. 581. Ой, девочки, какой он обалденный. Прям цвет такого насыщенного какао. Ой, что-то мне нравится. Прям хоть закажи чисто такой и такой. Прям чуть мне понравилось так сочетание сделать, да? Даже можно кардиганчик связать. Здорово. Об этом нужно будет подумать. Так. Следующий цвет. Вот такой. На сайте этот цвет немножечко другой. Он как бы с бордовым отливом. Сейчас я скажу вам номер цвета. Так. Номер цвета 240. Вот он такой меланжево-коричневый. Видите, такой. Как молочный шоколад, что ли, коричневатый. И с меланжевым отливом. То есть для носков шикарно. Но на сайте он немножечко как бы с бордовым отливом. И он прям подходил шикарно вот к этому цвету. А здесь они как бы совершенно разные. Ой, а какой он мягкий вот этот. Что-то это как бы пожестче. А это прям игрушечка. Так. И немножечко здесь было как бы добавлено цвета бордового здесь. А пришел вот вживую. Вот прям на камеру показывает. А, вот у вас он краснит чуть-чуть. Видите? Вот у вас прям такой немножечко красноватый оттенок получается. Прямо близко к этому. Есть что-то схожее. А в натуре он просто коричневый. Ну, красивый цвет. Так. И последний пятый моток. Значит, цвет 578. Он тоже бордовый. Девочки. Он меланжевый. Ой, какая красота. Он еще более темные вкрапления. Конечно, на камеру будет не видно. А вот на камеру он прям яркий. А он такой... Не знаю, как показать. С каким цветом показать. С темным. Нет, все равно не получается. У меня цвет не такой. На камеру прям яркий. А так он... Нет, не показывает. Он прям бордовый. И вкрапления такие... Приятно так. Красивые девчонки. Обалденный цвет. Так. Прямо, прямо не знаю. Можно и вот так соединить, да? Вот так. Тоже красиво. В общем, мне понравилось, что в этом комплекте то, что все цвета между собой сочетаются. Можно полосадить, как хочешь. Носочки, полосушки. Полосатушки понавязать. Я опять повторюсь. У Кельмяшкиной увидела. Полосатики там ее, носочки всякие разные. И все. Я загорелась. Мне было нечего делать. В больнице лежала, смотрела канал и вязала носочки. Искала там, кто чего вяжет, какие. И на Тане нам канале. Там, конечно, там носочков. Куча целая с головой. Тая, спасибо ей большое, что она показывает нам все свои эти носочки. Вдохновляет на них, да? Все там такие дизайны. Всякие разные, интересные. И вот тоже мне захотелось. Ну, вот этот набор, прям я в него влюбилась. Нужно было два заказать. Ну, ладно. Еще, все еще впереди. Так. Ну, и заказала я, вернее, начала заказывать вот такую вот пряжу. Это пряжа Ланоса, Натурал Мерина. Из такой пряжи я как-то вязала сыну свитер серого цвета. Если я найду фотографии, я вам вставлю сюда. Вот. Девочки, в эту пряжу я влюбилась сразу. Давай я ее после. У меня была одна упаковка серой этой пряжи. Я связала свитер. И я в нее влюбилась. И давай искать такую пряжу. Ее нигде нет. Нашла я в вязаном РФ. Вот. Но там не было цветов. Там только бордовый цвет. Даже не бордовый. Слива, да? Слива и сирень. Ну, я не очень люблю такие цвета. Ну, как бы не вижу я себе в этом цвете. Хотя можно было для коллекции для своей пряжной пополнить хомячу норку на всякий случай. Ну, не стала я заказывать. И охотилась я. Даже поставила там в лист ожидания себе. Ну, все. Только вот она поступает. Я только надумаю заказать. Она уже исчезает. То ли мало. В общем, в расхват, девочки. Пряжа это в расхват. В драку, можно сказать. И какое же было мое удивление, когда я увидела ее на Валберес. Вот просто случайно. Я в поисковик опять-таки забила купить пряжу Ланоса Мерина Натурал Мерина. И мне выскочил Валберес. И там, значит... Сейчас я открою. Там, значит, она идет вот такими упаковочками. По три штуки. Вот здесь еще подарочек. Видите, вкладывает продавец. По три штучки в упаковочке и по две. Но по три штучки брать выгоднее. То есть здесь 100-граммовые моточки. Три штучки, чтобы вы понимали, стоят 405... По-моему, 405 рублей. То есть это... Это очень даже недорого. И я заказала, значит, вот 6 мотков вот такой пряжи. Но мне почему-то пришло только три. То есть пряжа находится в разных местах России. Продавец один. А пряжа разбросана по нескольким этим пунктам. Вот. Но сегодня пока я получила одну вот эту. А завтра, послезавтра придет все остальное. И я вам потом еще покажу. Там я еще другие цвета заказала. Так. Ну, я все болтаю-болтаю о ней. А что за пряжа, я вам так и не сказала, да? Ни состав, ничего. Только одно бла-бла-бла. Так. Значит, пряжа Ланоса Натурал Мерина. Девочки, классная пряжа. На ощупь не классная. Нет. Вру. На ощупь она сухая такая, суховатая прям. Ну, вот это как-то помягче, а серая она прям как проволока. Но зато после стирки это что-то. В общем, так. Хватит болтать, Лена. Так. Значит, 50% Мериносовой шерсть, 25% Вискозы и 25% Полиэстер. То есть, можно вязать и носочки. Почему бы нет, да? Если, как брать по цене, 135 рублей за моток. Очень даже классно. Можно было заказать, конечно, и сливовую на носочке. Ну, ладно. В следующий раз. Вот. И этот цвет молочный. Номер цвета 901. А, 901, да? Партия 501. А, я думала... Все. Так. Наговорила. Номер цвета 901. Натурал Мерина. Вот. Даже мадам нарисована. На старой этикетке у меня пряжа давно куплена. Вот такая серая была. Там не было. Там немножечко другая этикеточка. А здесь такая вот мадам. Так. Дальше. Что еще не сказала. В 100 граммах 280 метров. Спицы рекомендуют 3,75-4,5. Вот такая. А я не помню на каких. Я, по-моему, на четверки вязала. Не помню. Надо посмотреть видео. По-моему, на четверки. Так. У меня уже есть кое-какие задумки на эту пряжу. Ну, об этом я потом уже в следующий раз... В следующий раз вам расскажу. Так. Так что, девчонки, я оставлю ссылочку на этого продавца. И бегом все за пряжей. Кому? Кому она понравилась. Мне она очень нравится. Не пожалейте. Вот. Вяжешь, кажется, не очень приятная. Сухая. Как-то вот такая. Но когда постираешь, она прям вот так вот плывет в тазу. Прям расплывается. И когда высохнет, она ну прям мягкая. Прям вообще мягкая. И очень экономичная. Сыну, значит, на где-то размер 46-48, да. Он у меня худенький, но он высокий парень. У меня ушло... Сейчас я скажу. Три мотка. У меня четыре моточка. Вот. Всего четыре моточка ушло. С длинным рукавом. Он такой удлиненый. Прям такой, ну, нормальный свитер полноценный. Не свитер, джемпер, да. Вот с такой горловинкой. Вот ушло всего четыре моточка. То есть она вяжется как бы легко. Петельки ложатся ровно. Сразу ложатся ровно даже до ВТО. А после ВТО, конечно, все это дело становится красотой. Так. Ну все. Куча вам всего наболтала. Вот. Сейчас я вам вставлю еще видео. Посмотрите, как я наводила порядки в своем ящичке. В ящичке остатков. А с вами я буду на сегодня прощаться. Пока-пока. И надеюсь, увидимся скоро. Все. Целую, люблю. Пока. Так. Ну вот он. В комоде вот такой большой ящик. Он полный. Вот таких моточков всяких разных. И здесь, как вы видите, бардак полнейший. Все они размотаны. Все они такие в таком ненадлежащем виде. Все время как что-то связала, бросила, связала, бросила. Остатки сюда. Потом что-то роешься, ищешь. Они вот так вот разматываются. Все распутываются. В общем, это непорядок. И сейчас я решила навести здесь порядочек. Вот. Я вывалила все это на пол. Чевчонки, смотрите, что творится. Ящик абсолютно пустой. Еще мусор всякий нужно убрать. Вот. И сегодня предстоит мне все это распутать, все разобрать. Здесь чего только нету. Какой только пряжи нет, каких только остатков нет. Вот он масштаб. Масштаб бедствия всего. Вот. Ну, смотрю, очень много остатков. И надо что-то придумать из них. Из них вязать. Я вязала плед. Уже из остатков. Вот. Ну, это два года назад. Ну, уже, конечно, накопилось за эти два года огромное количество. Ну, вот сейчас буду разбирать, смотреть, что с этим делать. Что перемотаю на моталочке, что так в клубочках останутся. В общем, я сейчас крупные, большие остатки, ну, такие более-менее клубочки, сложу сюда обратно в ящик. А малюсенькие все, сейчас я вам покажу, куда я их сложу. Вот у меня есть такая коробочка. Вот. И в эту коробочку я сложу все. Так, она у меня пустая. Я из нее вывязывала остатки на вот этот плед, девочки. Вот он, плед. На него уходили все остатки. Ну, сейчас сюда сложу все маленькие клубочки и тоже придумаю, что же еще с них связать. Когда я все это переберу, разберу, все обязательно покажу. И не знаю, буду я взвешивать, не буду остатки. Наверное, нет. Смысла нету этого делать. Ну, в общем, все. Начинаю работать. Так, ну что, разобрала я пряжу. Вот в ящике в этом такие покрупнее моточки. Здесь у меня белые пакетики. И вот здесь мелкие такие клубочки, моточки все. Ну, и останется мне вот это перемотать пухнорки. Сейчас, не знаю, вот начала. Буду распутывать еще вот это распутаю. И тогда уже все будет у меня в порядке. Ну, вот, теперь у меня здесь полный порядочек. Девчонки, скажите, у вас тоже такое бывает? Вдохновение на перемотку остаточков клубочков? У меня вот сегодня такое случилось. Еще не знаю, вот эти может моточки перемотать на моталочке. Ну, это, наверное, в следующий раз. Ну, все, теперь можно приступать к вязанию. Всем пока, до новых встреч!